Продолжение следует... Продолжение следует... Первым выступит Павел Евгеньевич Овчинников. Сейчас я скажу, как его правильно представлять. У меня здесь записано. Председатель ПК-34, ТК-461. То есть той организации, которая ответственна за стандарты, о которых пойдет речь в нашем сегодняшнем вебинаре. Ну и вторым спикером будет Константин Николаевич Костюк, генеральный директор компании Директ Медиа. Вот сегодня у нас состоится вот такой вот вебинар. Но прежде чем предоставить слово Павлу Евгеньевичу, я хотел бы представить вам наши вебинары будущие, которые состоятся на следующей неделе. Это два вебинара. Хочу обратить ваше внимание, кто зашел поздно и не видел, отмотайте, пожалуйста, чат в самое начало. Там вы увидите две полезные ссылки. Первая ссылка – это ссылка на расписание наших вебинаров. Расписание наших вебинаров у нас на целое полугодие. Его можно посмотреть и подписаться, зарегистрироваться на любой вебинар из тех, которые представлены в этом вебинаре. Также прямо из этого расписания можно посмотреть записи всех вебинаров, которые были произведены до этого. Ну а также запись этого вебинара и всех предыдущих и последующих будет публиковаться на нашем видеоканале в YouTube. Ссылочка на него тоже представлена в самом начале чата. Итак, вот те два вебинара, которые нам предстоят, они следующие. Первый из них пройдет 20 числа. Будет он называться, сейчас я это все задублирую в чат, «Стандарты научной публикации в периодическом издании». Вот его название. И сейчас дам ссылку на… Татьяна Телегина будет проводить этот вебинар. Хорошо знакомая уже тем, кто нас постоянно входит на наши вебинары. И вот ссылка на регистрацию. И второй вебинар пройдет 21 числа во вторник. Будет он… Это вебинар по нашей электронной библиотечной системе. Он посвящен вопросам комплектования ЭБС. И проведет его Олег Владимирович Молодецкий, заместитель генерального директора компании Директ Медиа. Вот название этого вебинара. По книжной или коллекциями. Лучшие стратегии комплектования электронных ресурсов. Ну и ссылочка на регистрацию в этом вебинаре. Вот она. Пожалуйста, пользуйтесь, регистрируйтесь. Ждем вас на наших вебинарах. А сейчас я хочу предоставить слово Палу Евгеньевичу Овчинникову для того, чтобы он начал наш сегодняшний вебинар. Ну и приступил бы к своим обязанностям эксперта на нашем сегодняшнем вебинаре и сменил бы меня в качестве спикера. Спасибо вам за внимание. Павел Генч, прошу вас включиться. Всем доброе утро, добрый день. Надеюсь, меня тоже хорошо, смысл и видно. Я веду этот вебинар непосредственно из стенам ГТУ Станкин, в котором, собственно говоря, я занимаюсь преподавательской работой. И здесь же на базе ГТУ Станкин функционирует вот этот официальный орган, который, я надеюсь, вы видите на слайде, Технический комитет номер 461 Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ИКТО. Чтобы было более понятно, в России, может быть, не все знают, есть такое федеральное агентство по техническому регулированию метрологии, его официальное название, оно же Росстандарт. Росстандарт функционирует через технические комитеты, каждый из которых занимается своим делом. То дело, которым занимаемся мы в нашем техническом комитете, ну, собственно говоря, оно входит в название. Мы занимаемся стандартизацией всех вопросов, которые имеют отношение к использованию современных информационно-коммуникационных технологий именно в области образования. Меня представляли как председателя подкомитета 3.4. Ну, вот на слайде есть такая структура. У нас всего 6 подкомитетов, 2 из них объединенные. Подкомитет 3.4, который возглавляю я, это система управления образованием и образовательными ресурсами. Собственно говоря, библиотечные системы, электронно-библиотечные системы, о которых мы будем сегодня говорить, разумеется, попадают в область экспертизы именно этого подкомитета. Ну, коротенько, наш технический комитет сам по себе не очень большой, там, ну, вот ядро его составляет, там, буквально 10 человек, и все это, в общем-то, общественная работа, хотя мы привлекаем самых ведущих специалистов в области стандартизации и в области обучения. В основном это все представители академического образования, университетского образования, есть и взрослые, так сказать, есть и профессуры, есть молодые кадры у нас в техническом комитете. Наш технический комитет прямо представлен в международной организации по стандартизации, ну, у которой более сложная структура, там гораздо больше рабочих групп, мы не видим ни целесообразности, ни достаточных ресурсов для того, чтобы полностью повторять эту структуру, поэтому в наших подкомитетах, ну, обычно мы объединяем компетенции по нескольким областям, из тех, которые входят в международную организацию по стандартизации. Вот примерная картинка тех стандартов, которые, в принципе, входят в область экспертизы международного сообщества по стандартизации в области, это называется, LED, Learning Education Training, образование, обучение, подготовка. Терминология, менеджмент качества, мета-описание электронных ресурсов, адаптируемость, компетенции, технологии совместного обучения. Это основные области. Мы, собственно говоря, вот эту международную экспертизу и в одну, и в другую сторону развиваем, то есть мы стараемся привносить в Россию самые лучшие современные практики, которые обсуждаются на мировом уровне, но и по возможности стараемся привносить свою национальную лепту в работу международной организации по стандартизации. Что касается конкретных дел, тут тоже нужно дать несколько пояснений. Технические комитеты в России, в общем-то, выполняют функцию скорее координаторов, таких модераторов. И очень важно, чтобы было такое активное поступательное движение из соответствующих представителей отрасли, от потребителей, от разработчиков, соответствующих информационных программных средств. И вот по поводу того стандарта, который мы обсуждаем сегодня, случилось, можно сказать, чудо и счастье к разработке и обсуждению этого стандарта подключились издатели, подключились библиотекари, подключились образовательные организации. В целом, вот в прошлом году мы выпустили комплект из пяти новых стандартов первой редакции. Тот, о котором мы говорим, вот он записан. Электронно-библиотечная система и общее положение. Сразу хотел бы обратить внимание на то, что параллельно мы выпустили еще одну версию стандарта, электронный учебник, к которому тоже хотелось бы привлечь внимание экспертов. Тоже обращайтесь. В принципе, мы можем даже объединить обсуждение этих двух стандартов в одну группу. К счастью, Константин Николаевич, он возглавлял как раз рабочую группу, которая разрабатывала вот этот первый стандарт. И не то чтобы возглавлял, но активно участвовал и в обсуждении стандарта по электронному учебнику. Скорее всего, и один, и другой представляют интересы для тех, кто связан со всей издательской деятельностью электронного видео. Ну, на всякий случай, наши планы можете тоже посмотреть. Это планы на 2017 год разработки новых стандартов. Ну, теперь давайте я коротенько перейду к тому, зачем нужен был этот стандарт, как мы его обсуждали и к чему мы пришли. Почему вообще вот заголовок нашего вебинара вынесен на переворот в отрасли. Перворот в отрасли, может быть, он не такой революционный, но действительно в ходе обсуждения оно длилось долго, полтора года. В результате обсуждения, в результате обсуждения, значит, по дороге у нас было очень много тем для обсуждения, а в результате обсуждения нам удалось добиться главного, для чего существуют стандарты, нам удалось добиться некоторого консенсуса, то есть согласия. Мы добились согласия, в первую очередь, по терминологии, по общему пониманию заинтересованностей между тремя основными группами. Между самими библиотекарями, между представителями электронных библиотек и технический комитет 191-й Сибит тоже активно поучаствовал в обсуждении в работе над нашими стандартами. Разумеется, это представители, держатели электронных фондов, ну, это не только директ-медиа, там было еще больше десятка издательств, которые тоже активно выражали свою точку зрения. И самое главное, к чему мы шли довольно долго, ну, в результате пришли с довольно хорошими показателями, это представители образовательных организаций, которые, собственно, являются потребителями тех самых электронных библиотек, электронных библиотечных ресурсов, которым посвящен этот стандарт. На что мне хотелось бы сразу обратить внимание? Мне хотелось бы обратить внимание на то, что в настоящий момент стандарт очень точно отражает потребности образовательных организаций. Это не значит, что очень полно и детально но очень точно отражает потребности в электронно-библиотечных системах. То есть в этом стандарте отражена в основном точка зрения заказчика, потребителя этих образовательных ресурсов, которая прошла экспертизу тех, кто умеет поставлять соответствующие ресурсы. С нашей точки зрения это может многим облегчить целый ряд достаточно сложных процедур, как то формирование заказа, проведение конкурсных процедур и так далее и тому подобное. И самое главное, наличие, само наличие такого стандарта, согласованной терминологии, позволяет, так сказать, сильно сэкономить время на поиск точек соприкосновения между поставщиками, или как они в стандарте сейчас названы, агрегаторами контента, и потребителями, то есть образовательными организациями. В стандарте еще предусмотрена процедура добровольной сертификации на этот стандарт, которая тоже с нашей точки зрения может снять достаточно большое количество разного рода проявлений недобросовестной конкуренции. Если какая-то фирма, какое-то юридическое лицо имеет сертификат, подтверждающий соответствие его решения, его ресурсов, этому стандарту. Ну, в общем, это признание достаточно серьезное, можно сказать, общественное признание, в первую очередь, как раз в среде самих держателей электронных ресурсов. Того, что этот продукт и эти информационные ресурсы, ну, скажем так, готовы к применению в образовательных организациях. То есть, в целом, подводя итог своего выступления, я хотел бы, так сказать, по возможности выслушать вот ваше мнение по этому поводу, насколько стандарт способен в реальности сыграть какую-то революционную роль. И, может быть, самое главное, формально у нас обсуждение стандарта должно закончиться до 1 марта, вот, ну, на самом деле, можно еще успеть внести в него некоторые изменения, если будут конкретные предложения. Чем мы изначально хотели дополнить этот стандарт, но у нас не хватило каких-то таких достаточно точных материалов. Ну, во-первых, можно расширить любыми шаблонами нормативной базы, можно расширить любыми, так сказать, приложениями в виде рекомендаций, которые тоже могут каким-то образом с вашей точки зрения способствовать облегчению вот этих мучительных закупочных процедур и любых, так сказать, других процессов, которые вызывают, могут вызывать какие-то трения с потенциальным заказчиком. Мы будем очень рады принять все такие предложения. По возможности, после их обработки, постараемся их оперативно включить в этот стандарт. Что касается вопросов применения этого стандарта. Ну, на самом деле, первая версия уже опубликована, можно ей начинать пользоваться, но пока неформальным образом. По процедуре Росстандарта мы где-то к августу 2017 года должны пройти все необходимые формальные процедуры, нормоконтроли и так далее. И после этого стандарт пойдет в верстку. На самом деле, вполне возможно, что можно будет вносить изменения еще и в этот период, но не обязательно. Самое главное, чтобы у стандарта было достаточно большое количество пользователей, тогда он будет жить. И можно будет на протяжении его жизни выпускать новые версии, выпускать его обновления, если он действительно окажется востребован в нашей работе, ну, меня как представительной образовательной организации, а вас как представительной индустрии. Ну, вот на этом я бы хотел закончить свой монолог. Если есть вопросы, готов на них ответить. Павел Юрьевич, Константин Николаевич, да, я думаю, ну, я готов передать слово, да, передайте слово пока Константину Николаевичу, а если будут вопросы, включитесь тогда в конце. Тогда в конце. Да, хорошо, хорошо. Спасибо за внимание. Спасибо, спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, рад вас приветствовать на нашем вебинаре. Спасибо Павлу Евгеньевичу, он обрисовал общий контекст вот этого нашего процесса стандартизации. Прошу писать ему вопросы, вот здесь в окошке специально есть раздел. В конце мы с удовольствием на них ответим. Ну, а я сегодня постараюсь рассказать уже о содержательной части того ГОСТа, к которому мы пришли. Я в данном случае выступаю в качестве руководителя рабочей группы, которая его разрабатывала. Ну, и немножко, тем не менее, уделю время вот той дискуссии, почему вообще мы назвали о перевороте в отрасли. Потому что вот по ходу формирования стандарта действительно от каких-то понятий нам пришлось полностью пересмотреть. Ну, самое главное то, что пришлось полностью пересмотреть, это вообще что такое ЭБС и к кому это относится. Мы все время, прежде всего, это открытие было для самих нас, разработчиков таких платформ, которые уже вот несколько лет называют себя ЭБС. И вот по мере того, как мы обсуждали этот вопрос с представителями вузов, образовательных организаций, мы для себя с удивлением обнаружили, что вообще мы никак не можем быть ЭБС и называться ими. Все, что относится к ЭБС и ЭБС могут называться только продукты, платформы самого вуза. Постараюсь объяснить, на чем вот такой вот такая смена фокуса основывается, чтобы мы с вами тоже все уже в рамках этого нового фокуса говорили. Ну, во-первых, вспомним, как это понятие ЭБС возникло. Оно возникло официально первоначально во ВГОСах государственных образовательных стандартах и, собственно, в них только оно и осталось. И даже уже там, во ВГОСах, это понятие обращается не к каким-то разработчикам платформ, частным фирмам, а оно относится сугубо к ВУЗу. И не просто к ВУЗу, а именно к той образовательной программе, которую ВУЗ хочет аккредитировать. Таким образом, требования по ЭБС это требования прежде всего к образовательной программе ВУЗа, к тому, как она может и должна быть обеспечена. И если ЭБС не удовлетворяет этим программам, он, соответственно, не удовлетворяет аккредитации, то, по сути дела, это и не ЭБС. То есть ЭБС электронно-библиотечная система не существует вообще вне ВУЗа и не существует вне тех образовательных программ, которые в этом ВУЗе аккредитированы. Вот, собственно, это такое фундаментальное положение вещей, которые мы должны учитывать. То, что имеем мы, частные разработчики платформ, это просто электронные библиотеки, это просто некие платформы. Как только эти платформы начинают использоваться ВУЗом для обеспечения образовательной деятельности, только тогда они становятся электронно-библиотечными системами. Ну, и по сути дела электронно-библиотечная система ВУЗа, вот, из этого надо исходить. Это не обязательно платформа там наша или другой какой-то ЭБС. это тот агрегат информационных ресурсов, в который в том числе входим мы там и кто-то другие. Только в одном случае мы имеем право называться электронной библиотечной системой, когда у ВУЗа, там, небольшого, допустим, ВУЗа, нет больше никаких других информационных элементов, да, и, по сути дела, подписываясь на нас, они получают все в одном ключе. Вот, тогда наша платформа целиком является электронной библиотечной системой ВУЗа. Вот, собственно, на этом слайде я эти соображения изложил. Вот, итог из этого такой, что, говоря о стандарте, мы даже практически не вспоминаем о различных разработчиках, о компаниях, да, мы говорим всегда о ВУЗе, и подходит ли та электронная библиотечная система, которая создана в ВУЗе, вот этим вот критерием. Разумеется, мы как поставщики тоже должны их выполнять, да, но это уже по некому отраженному принципу. Вот, если мы не выполняем, то, значит, ВУЗ, соответственно, не может выполнить. Но, к нам, как таковым, вот эти претензии и требования стандарта вообще не должны предъявляться. мы их просто приносим в готовом виде, а предъявляются они сугубо к ВУЗу. Вот, собственно, такая очень важная вещь, которую нам надо учитывать, потому что наша терминология, по сути дела, сбила вот этот главный фокус, и мы всегда ошибаемся, когда говорим об ЭБС, как частных платформах и разработчиков. Ну, а теперь я пойду как бы по предмету, сначала немножко расскажу общей части, что учитывалось, что мы сделали в этом направлении, как мы пришли к этому стандарту, вот, а дальше постараюсь оперативно рассказать содержательные его элементы. Ну, зачем нужен стандарт, это интуитивно всем понятно, а конкретно говоря, обязательно нужно для того, чтобы мы вели осмысленную деятельность, чтобы мы понимали цели и задачи ЭБС в учебной организации, чтобы существовало понимание о нормах и критериях расходования бюджетных средств с государственной точки зрения. Потом стандарт необходим в свете вопроса о качестве образования, соответственно, о качестве ЭБС, чтобы можно было какими-то там критериями ее измерять. Дальше стандарт нужен для того, чтобы мы связали традиционные формы информационно-библиотечного обслуживания и современный процесс информатизации образования, чтобы это все было прописано и всем понятно. Ну и потом стандарт позволяет осуществлять принципы добросовестной конкуренции и устанавливать какие-то правила на этом рынке. Ну а в целом стандарт это гарантия некого уровня качества для системы образования. И разумеется вот приняв принимая такой стандарт мы претендуем на то, чтобы этот уровень качества повысить для всей российской для всего российского образования. Вот эти цели и задачи изложены в частности в статье, которая здесь приводится совместных совместных статьях авторов этого стандарта. В целом многие из вас в курсе той долгой истории, которая движется вокруг обсуждения принципов и норм ЭБС. Практически эта дискуссия началась с возникновения электронно-библиотечных систем. Была очень горячая на первых порах полемика между разными представителями лобби, так скажем, на этом рынке существовало в частности три концепции критерий ЭБС. Количественные критерии их представлял вот тогдашний лидер ЭБС книгафонд и во многом они вошли в нормативную базу. Были концепции качественных критерий их наше традиционное издательство предлагали. В итоге пришло к некому концепту Министерства образования, с которым многие из вас тоже помнят о неких весовых показателях. Если помните, мы с вами считали сколько баллов набирает каждый ЭБС и этим отчитывались. В 2011 году вот эти весовые нормативы ЭБС были введены в строй, а в 2014 уже отменены. Дальше мы живем с вами более-менее в таком либеральном свободном режиме. И вот наш стандарт это совсем уже другой подход. Это саморегуляция нашего рынка, попытка включить это все в некие нормативы, которые не диктуются сверху, а действительно требуются самой отраслью, самим образованием, всеми участниками этого рынка. вот так вот мы пришли последние два года к процессу, который постоянно идет обсуждение ГОСТа. Вот здесь я еще раз обращаю внимание то, к чему мы пришли за эти 6-7 лет, это возникновение и стабилизация рынка. На сегодня уже никаких таких движений больших вверх-вниз не происходит и игроки тоже обозначились достаточно четко, это около 15 и маленьких и крупных игроков, а помимо этого создаются ЭБС вузов, и как я сказал в начале, на самом деле все ЭБС это ЭБС вузов, вопрос только в том, сами вузы являются разработчиками или они являются своего рода агрегаторами различных ЭБС. ну а самый такой ключевой пункт стабилизации нашего рынка я считаю это создание ассоциации производителей и потребителей образовательных этих электронных ресурсов АПР на сайте которого вот сейчас и представлена наша первая версия стандарта которая предложена к обсуждению вот и обращаю внимание что разработка стандарта с самого начала велась под эгидой нашей ассоциации как важный элемент стабилизации саморегулирования этого рынка вот еще одно ключевое мне кажется положение которое мы должны всегда иметь ввиду если вы помните понятие ЭБС не встречается в ключевом для нас законе об образовании вот зато там включается понятие информационно-образовательной среды и это понятие фигурирует у нас постоянно оно для нас такое родовое ключевое и ЭБС должна рассматриваться просто как некий элемент этой информационной среды наряду с системой управления с АБИСами автоматизированными информационно-библиотечной системой с ЛМС и другие важные подсистемы при этом я сам убежден в том что как раз электронно-библиотечная система это одна из самых ключевых подсистем информационно-образовательной среды без которой последние просто и немыслимо это система которая отвечает за обеспечение организации учебной научной литературы то есть основного сырья для работы научной и образовательной организации как сказал Павел Евгеньевич при техническом комитете по информационно-коммуникационным технологиям в образовании была образована рабочая группа сформированная из участников всех заинтересованных сторон издательств вузов агрегаторов и это рабочая группа и разрабатывала совместно наш стандарт вот обратите внимание помимо вот электронных библиотечных систем разрабатывается параллельно и ГОСТ по электронному учебнику он тоже имеет нам некоторые отношения здесь несколько слов о проделанной работе как вы видите происходили регулярные встречи по разработке стандарт на эти встречи это не только наши рабочие группы но совместные встречи организовывались с другими техническими комитетами вот в частности той рабочей группой которая создавала стандарт по электронным библиотекам который недавно был уже учрежден окончательно вот и постоянно велась дискуссия и по интернету в общем группа у нас открытая можно к ней присоединяться всем заинтересованным сторонам но обсуждение вообще может участвовать любая организация по заявке обсуждения открытая вот собственно еще немножко об общем контенте а теперь постараюсь кратко но емко само содержание ГОСТа изложить думаю что то о чем идет речь большинству из слушателей в целом знакомо и поэтому такой объем информации будет вам не в нагрузку я буду прежде всего обращать внимание на таких скорее необычных неожиданных положений и буду идти прямо по структуре ГОСТа вот первое его раздел относится к области применения вот и сразу тут вот такая новинка обратите внимание что этот ГОСТ по ЭБС он относится не только к высшему образованию о котором мы привыкли говорить а практически ко всей системе описанной законом об образовании то есть и среднепрофессиональные и общее образование и даже дополнительное образование таким образом после принятия стандарта мы можем говорить об ЭБС для школ для колледжей в общем для всех сфер где существуют образовательные организации то есть это очень серьезное такое расширение нашего понятия я считаю это совершенно оправданно единственное что было исключено из образовательной системы это область дошкольного образования потому что действительно там подход к книге к литературе совершенно иной нормативная база на которую любой ГОСТ в первую очередь ссылается и дальше мы будем тоже прорабатывать чтобы не было никаких конфликтов с другими нормативными документами вот здесь она изложена в первую очередь это комплекс с которым познакомил Павел Евгеньевич который информационно-коммуникационные технологии в образовательной организации описывает это ГОСТы там по метаданным по очень многим системам несколько десяток ГОСТов которые вот здесь указаны вот и кроме того мы сопрягаемся с комплексом ГОСТов по Сибиду то есть по информационному библиотечному издательскому делу и особенно вот последним принятым ГОСТу по электронным библиотекам ну а также электронным изданием библиографическим записям и другое вот здесь отражена структура ГОСТа то есть все разделы которые в ГОСТе присутствуют и по ним я собственно по ключевым кратенько пройдусь вот если вы откроете ГОСТ в первую очередь вам вы погрузитесь в довольно большой раздел терминов и определений которые тоже как бы всю логическую цепочку воспроизводят которые мы должны быть отражены вот из ключевых она начинается с понятия информационная система информационно-образовательная среда электронные здания электронный образовательный ресурс электронные библиотеки и только потом мы как вот такое видовое понятие в самом низу электронно-библиотечная система здесь же вводится одно из ключевых понятий которые мы должны учитывать понятие оператора ЭБС раньше мы о нем не говорили но сейчас в законодательстве это понятие активно внедряется во все законы этой среды оператор ЭБС это гражданин или юридическое лицо осуществляющее деятельность по эксплуатации ЭБС в том числе по обработке информации содержащейся в ее базах данных по сути дела в рамках этого ГОСТа оператором ЭБС является библиотека ВУЗа не мы как разработчики а именно ВУЗ является оператором своей ЭБС а дальше он уже там привлекает всех остальных этот акцент надо о нем все время помнить ну а из понятий которые относятся к ЭБС таких вводящихся и которые в дальнейшем я думаю будут все время развиваться понятие фонда ЭБС функциональности ЭБС отдельное понятие агрегатор контента вот собственно мы первый раз появляемся на горизонте мы мы являемся просто агрегатором контента для ЭБС ВУЗа и не более чем очень важный момент определения ЭБС как вам известно до сих пор ни в каких нормативных документах ни во ВГОСах ни в других не встречалось определение ЭБС его надо изобретать нам заново это конечно нонсенс но я думаю вместе с ГОСном вопрос снимется вот мы исходили из понятия электронной библиотеки которое в ГОСТе приведено адаптированной расширенной примененной к электронной библиотечной системе вот озвучивая его вслух электронная библиотечная система это автоматизированная информационная система базы данных который содержит организованную коллекцию электронных документов включающие электронные издания используемые для информационного обеспечения образовательного и научно-исследовательского процесса в образовательных организациях обеспечивающие возможность доступа к электронным документам через сеть интернет вот ну если сравнить с теми которые существовали до того никаких принципиальных здесь разногласий нет ключевое слово наверное здесь в образовательных организациях как я вам сказал только в них есть существуют и будут существовать ЭБС вот а если говорить просто я всегда формулирую так ЭБС это вид электронной библиотеки предназначенный для использования учебным процессом а вот то разделение которое обязательно нужно ввести в наши понятия чтобы в них не путаться это разделение между коммерческими ЭБС и ЭБС ВУЗа то есть ЭБС агрегатора и ЭБС образовательной организации по сути дело это две сущности и в стандарте вот это разделение разделение в скобочках вводится значит ЭБС образовательной организации там написано может быть создана как с помощью отдельного программного комплекса эксплуатируемого непосредственно образовательной организации так и с помощью совокупности подобных комплексов ЭБС агрегаторов контента ряд из которых эксплуатируется внешними операторами если они образуют единую информационную систему используемую в образовательной организации еще раз тут длинное предложение ЭБС образовательной организации может быть создана с помощью совокупности подобных комплексов если они образуют единую информационную систему используемую в образовательной организации вот это тоже такой момент отличающий настоящий так скажем ЭБС вузов от ненастоящих настоящий ЭБС вуза там где действительно создается самостоятельная платформа ЭБС включающая других другие платформы там где она образует единую информационную систему вот как образцовый пример я бы привел ЭБС Санкт-Петербургского государственного университета те кто на конференции ездит они постоянно знакомятся с презентациями вот они в Питерском госуниверситете создали и самостоятельную систему поиска и самостоятельную систему отслеживания статистики по разным агрегаторам то есть вот она действительно у них самостоятельная собственная библиотечная остальные просто как ее подкомпоненты вот но существует большинство даже я бы сказал это некие агрегаторы вот различных информационных поставщиков которые собраны на сайте и статистика как правило подбирается у каждого агрегатора отдельно вручную так скажем вот но это тоже ЭБС организации да но скажем так не до конца доведенные несовершенные так что вот две два типа ЭБС фонд ЭБС раскрывается в гости что такое фонд ЭБС это фонд ЭБС входит могут входить несколько сущностей совершенно разной природы ну первые и основные это электронные здания более широко электронные документы любого типа еще более широко информационные объекты то есть вообще любого типа видео иллюстрации все что угодно и наконец даже не информационные объекты а гиперссылки и ссылки ведущие на контент расположенных в иных информационных системах то есть понятно что в рамках ЭБС можно расположить любой электронный контент лишь бы он подчинялся целевой функции ну и был действительно как-то организован объединен а целевой вот этой функции и основой фонда ЭБС является учебная и научная литература соответствующая нормам предъявляемым информационно-библиотечному фонду образовательных организаций системе книгообеспеченности дисциплин вот почему так сформулировано потому что мы вот на сегодня имеем единственный регулирующий документ по ЭБС это ВГОС и там вот эти все функции и следует искать а для ВГОСа ключевым единственным критерием является наличие основной учебной литературы для обеспечения рабочих программ дисциплин вот собственно это и есть костяк фонда ЭБС вот и несколько из этого из этого вытекает по крайней мере вот такой тоже парадоксальный вывод что несмотря на то что все может входить и гиперссылки все что угодно но вот такие вещи платформы как электронные архивы ресурсы открытого доступа электронные библиотеки переводики и прочие вот подобного ресурса ресурсы они на мой взгляд не могут считаться ЭБС потому что они не отвечают задачи ВГОС вот Елайбрери я бы не назвал электронной библиотечной системы потому что она вот к ВГОСу отношения не имеет вот может быть со мной не все согласятся вот дальше по отношению к фонду ВГОС еще есть несколько таких ограничивающих моментов ключевым устанавливается формат PDF и так как мы с вами привыкли уже давно требование чтобы копии издания размещались в ВГОС постранично с сохранением вида страниц соответствующего печатного издания то есть за основу все равно берется печатное издание и все его параметры библиографические вот еще один момент новый который появляется по отношению к фонду это документ политики комплектования формирования фонда ЭБС то есть некий публичный документ ЭБС где декларируется вот эта политика благодаря которой сразу становится понятно собственно что агрегирует по каким принципам работает ЭБС требования к интерфейсу которые отражены в ГОСТе здесь говорится о трех интерфейсах которые должны быть в электронной библиотечной системе интерфейс управления который соответственно используется образовательной организацией или библиотекой для управления наполнения и введения базы данных ЭБС вот собственно главное что делает оператор ЭБС его интерфейс второй интерфейс пользователя которому тоже предъявляются определенные требования причем он тоже разделяется с разделением доступа на интерфейс обучаемого и на интерфейс преподавателя чтобы были доступны разные функции и разные возможности наконец интерфейс правообладателя это тоже одно из новаций данного стандарта если раньше правообладатель его права и возможности вообще были за рамками как бы вуза что там происходит с ним никого не интересует вот то сейчас правообладатель это такой же участник ЭБС равный который должен как минимум получать статистику для которого ЭБС должна быть прозрачной полностью понятно вот как вы видите вот электронный если вы возьмете ГОСТ электронной библиотеки там уже вот этого всего нет я бы даже так сказал что ЭБС по отношению вот к понятию и ГОСТу электронной библиотеки это такая накрученная сложная доведенная во многих аспектах до совершенства из сложности электронная библиотека вот собственно о функциональности ЭБС которая тоже должна обязательно быть присутствовать в ЭБС и здесь вы так сказать увидите что этот ГОСТ создан с точки зрения образовательной организации а не какой-либо платформы которая ее обслуживает вот сюда входит функциональность ЭБС должна обеспечивать ключевые направления работы которые должны существовать в образовательной организации и первое что вот из таких функций должно входить в ЭБС это возможность загрузки и использования контента образовательной организации вот если вы помните про коммерческий ЭБС практически никакая коммерческая ЭБС не предлагает и во всяком случае не отражает вот этот вот аспект загрузки использования контента образовательной организации это то что происходит у вас внутри в вашей внутренней ЭБС можете использовать коммерческую там нас для этой функции но это именно функция ВУЗа ВУЗовской ЭБС вот второй момент который обязательно должна обеспечить ЭБС возможность размещения и создания архива выпускных квалификационных работ вот это тоже дополнительная важная функция которая далеко не все коммерческие ЭБС обеспечивают третья функция вообще никто из ЭБС по-моему не обеспечивает это полноценная ну тут две два момента первая полноценная работа с электронными изданиями основной дополнительной учебной литературы это как раз вот мы все знаем и привыкли а второй момент значит литература включенной в рабочие программы дисциплин в том числе обеспечивая информационную связь с классификаторами направлений подготовки вот вот этот момент раньше практически никогда не фигурировал в требованиях КБС здесь отражено что вся литература она должна быть непосредственно связана с классификаторами специальностей и давать библиотеке удобный инструментарий для работы вот с УГСНами с всей системой классификации которая используется в УЗИ вот четвертая функция важная ИБС должна обеспечить предоставление образовательных ресурсов для лиц с ограниченными возможностями здоровья вытекает из закона об образовании вот как видите вот функциональность это относится прежде всего к вам а не к нам следующий момент который должен быть расшифрован интеграция с ИОС информационно-образовательной среды цель здесь такая это как раз задача прежде всего стоящая перед отдельными разработчиками чтобы ЭБС легко интегрировалась информационно-образовательную среду содержала в себе удобные коннекторы которые позволяют вот сразу пользоваться ВУЗу бесшовным переходом и другими удобствами переходя от одной системы к другой единого окна системы учета паролей и так далее чтобы не приходилось в каждую систему заходить вновь и заново ну здесь отражены основные элементы этой ИОС это совместимость ЭБС и АБИС сейчас уже многие пользуются ЭБС через АБИС это должно быть удобно дальше ЭБС должна служить как депозитарий научных работ организаций то есть предоставлять ту возможность которую я говорил на прошлом слайде вот ЭБС как депозитарий ну вы знаете для этого могут использовать совершенно разные системы там и в АБИС используют и там на сайте ВУЗа и просто как какие-то архивы помните по-любому что вот этот депозитарий научных работ организаций и в том числе ВКР это часть ЭБС по своему понятию вот дальше должны быть связи ЭБС и индексов научного цитирования в частности РИНС это должны быть сервисы связи ЭБС и сервисов проверки на заимствование например антиплагиата вот это должны связи с ЭБС как репозитория и хранилище данных обеспечивая удобную навигацию по контенту используемого в ВУЗе и наконец это интеграция различной ЭБС и ЛМС вот вот собственно это основные компоненты которые должны быть в информационно образовательной среде связаны между собой и ЭБС надо работать над тем чтобы не отдельный был элемент а такой часть общей системы так теперь немножко уже у меня время мало детали я их постараюсь так быстро перепрыгивать тут как раз очень много по функциональности вот но сервисы по управлению ЭБС это возможность отслеживания управления контингентом ВУЗа это возможность отслеживания статистики и в первую очередь ориентируясь на международный формат каунтер вот ну в гости указаны о системах статистики с самой такой дифференцированной трактовкой и с возможностью разделения по календарным периодам по подразделениям организации и так далее дальше в сервисах должно быть возможность отслеживания состава и изменения содержания фонда возможность выгрузки отчетных данных необходимых для организации и так далее то что должно быть у функционали библиотекаря что должно быть в функционале читателя пользователя вот не буду здесь перечислять это тоже вещи понятные знакомые личный кабинет индивидуальные возможности ну и все иные базовые опции электронной библиотеки обращаю внимание на необходимость полнотекстового поиска по базе данных хотя этот критерий у нас с незапамятных времен там существовал но вы наверное знаете что очень многие ЭБС существуют без полнотекстового поиска я считаю это ниже плинтуса для научной работы полнотекстовый поиск это обязательное требование просто без нее научной работы я считаю не может быть как таковой вот здесь среди ключевых и таких важных возможность чтения на мобильных устройствах и кроме того возможность чтения в режиме как онлайн так и в режиме оффлайн на сегодня тоже далеко не все дают возможность читать в режиме оффлайн а это для удобства и комфорта в общем очень важное требование я думаю что здесь будет еще много доработок вот особый пункт раздел вернее по каталогизации навигации ЭБС предполагает существование качественного электронного каталога который далеко не у всех электронных библиотек существует и разумеется это такой дорогой элемент причем здесь указано требование наличия полного библиографического описания по ГОСТу ВБС широко информационное обеспечение книги наличие аннотации содержания ну и сервисы формирования выгрузки распространенных библиографических форматов прежде всего для интеграции с АБИС марк записей вот в этом разделе прежде всего преследуются интересы правообладателя и нашего авторского законодательства в ГОСТе прямо указано что ЭБС должна обеспечивать защиту контента с помощью естественной внутренней или внешней системы управления прав пользования контента то есть ДРМ причем правообладатель должен быть информирован как защищается контент в каком режиме передается информация конечному пользователю должен иметь доступ к статистике в том числе если произведение предоставляется офлайн этот пункт важен потому что как вы сами могли заметить ЭБС постепенно развиваясь становится практически ресурсами именно дорогого контента который именно продается не свободный там паблик домен а именно издательский контент который стоит каких-то денег и собственно это в нем библиотеки ищут поэтому разумеется правообладатель он должен быть совершенно защищен и гарантирован от всяких там опасностей которые с электронным контентом всегда неразлучны но это не значит что ЭБС должна быть только такой и нет потому что вы знаете сейчас многие авторы дают открытые лицензии и ЭБС спокойно может формироваться и из таких ресурсов поэтому ЭБС может работать и на основании открытых лицензий но тогда она должна заявлять об этом и это должно быть четко четкая информация об этом подхожу к концу к нормативным основаниям организации ЭБС это собственно внутренние документы которые должна будет иметь каждая ЭБС и предоставлять образовательной организации в ней должны быть отражена информация о назначении основных режимах функционирования ЭБС о составе структуры ЭБС о политике комплектования ЭБС которые я вам уже упомянул инструкции инструкции по организации доступа различных категорий пользователей к ЭБС информация о подразделениях ответственных за функционирование ЭБС и информация о действии авторского права ЭБС вот ключевая информационный слепок ЭБС организации и отдельно юридические условия деятельности ЭБС это те документы которые обычно требуют уже сегодня при подписке здесь никаких новаций как раз нет это подтверждение владения регистрацией используемого программного обеспечения базы данных и средства массовой информации здесь на слайде отражена информация смежной информации о различных ограничениях из российского законодательства соблюдение о персональных данных о экстремистской литературе государственной тайне информационной безопасности защита детей от информации приносящей вред здоровью и так далее все это должно быть учтено вот ну и оценка качества ЭБС как сказал Павел Евгеньевич ГОСТ они подтверждаются путем добровольной сертификации в соответствии с требованиями ГОСТа вот у нас сегодня существует ассоциация АПР которая может на себя взять этого в принципе может и другая организация взять добровольную сертификацию вот на сегодня существует уже такая сертификация в частности наша ЭБС сертифицирована подобными организациями но сертифицирована на основе существующих ГОСТов касающихся не ЭБС а всего остального программного обеспечения и так далее вот соответственно оценка качества происходит по критериям данного стандарта это выполнение всех нормативно-документальных требований выполнение функциональных требований выполнение требований наполнения фонда и соответствия в ГОСТ по программам ВУЗа вот ясно что в стандарт много что не входит и не должно входить и в частности качественные критерии о которых все время ведутся дискуссии в разговоре ОБС они не могут и не должны входить в стандарт и в том числе это какие-то требования к дизайну к работоспособности к скорости платформы к качеству предоставления контента к количеству качества ценностей содержащихся изданий это как раз вопросы которые регулируют рынок цена сильно не зависит от выполнения или не выполнения стандарта это обязательный а вот цена зависит как раз от количества качества и ценности содержащихся изданий так оно и будет вот причем обратите внимание что оценка качества ЭБС образовательной организации и агрегатора контента существенно различается по отношению к нам агрегаторам контента свои критерии будут предоставлять образовательной организации требовать с нас а по отношению к ЭБС образовательной организации свои требования будет выставлять Рособранадзор поэтому очень важно понимать и так я надеюсь все понимают границы ГОСТа что регулируется, что не регулируется ГОСТ является техническими стандартами, при этом добровольными поэтому они отделены от всех коммерческих и содержательных вопросов и в ГОСТ не входят в частности вопросы которые часто нам правообладатели задавали ну и сами ВУЗы здесь не касается вопрос модели предоставления доступа как он предоставляется модели ценообразования вопросы договорных отношений с потребителями с поставщиками вопросы содержательного наполнения БС наконец вопросы количественных критерий которые были в первых наших нормативах древних вот это все в ГОСТ не входит и его задача не включается ну вот собственно на этом я почти уложился вот надеюсь что так обобщенно предоставил информацию если она если какие-то элементы вам показались новыми, неожиданными, нелогичными у вас есть возможность сойти сейчас на сайт АПР закачать себе этот стандарт прочитать его внимательно и высказать свои замечания они пойдут в нашу рабочую группу в технический комитет будут все тщательно изучены и пока у нас есть время чтобы вносить изменения мы это делать готовы вот ну что ж дорогие коллеги тогда я перехожу к вопросам отвечу на вопросы которые именно ко мне может быть относятся а Павел Евгеньевич подключится ответит на свои так вот тут сразу вопрос по тексту стандарта уже практически я ответил он сейчас на сайте АПР так вот возникли вопросы регулирует ли новый стандарт возможности ЭБС для инклюзивного образования спасибо хороший вопрос ну вот вы видели в данном случае он не регулирует он просто обязывает ЭБС удовлетворять инклюзивному образованию да то есть иметь версию там и так далее а вот какая она должна быть это наверное должно регулироваться другими документами которые относятся вот как к этой сфере ресурсы для инклюзивного образования вот так регулирует ли новый стандарт вот так это опять темиологически это называется индивидуальное предпочтение для учащихся с ограничением с ограниченными возможностями да ну я вот еще раз сказал что минимальные требования здесь не заданы но здесь задано обязательное наличие такой версии не увидела в гости сервиса статистики есть этот раздел там я мимо него проходила и обратил ваше внимание что там даже расширенные такие требования ни в каком из прежних версий у нас такие расширенные не были версии они прямо ссылаются на международный стандарт каунтер вот его видимо то придется всем реализовывать в той или иной степени ну и это как минимум потому что стандарт каунтер на самом деле он несложный и не очень-то большой вот а если образовательная организация желает получить там очень детализированную тщательную статистику по подразделению например то это может быть реализовано но это не ставится как обязательное требование это так скажем назывательная функция так будут ли разработаны типовые положения данных документов тоже вопрос интересный пока про это мы вопрос пока так не вставал ну мы еще должны гост утвердить вот я думаю наверное будут те нормативные документы наверное будет что-то такое общее так да вот Павел Евгеньевич тут же уже отвечает письменно и нашлось достаточное количество предложений с конкретным вариантом ну да еще к этому вопросу не приступали теперь вы будете называться электронной библиотекой университетской библиотекой онлайн ну в общем да из вот той постановки вопросы которые сейчас следует мы вообще должны все убрать название ЭБС чтобы не путаться вот она на самом деле я тоже считаю по большому счету некорректные вне образовательной организации не может быть электронной библиотечной системы вот но наверное благодаря тому что все привыкли все сохранится и никаких изменений больших не будет но на самом деле да вот мы приходим например в бизнес организацию у нас есть бизнес библиотека там мы уже не называем себя ЭБС вот а приходим в школу библиошколу мы все таки называем себя ЭБС у вас должна быть ЭБС вот так что может быть и здесь в словоупотреблении какие-то будут изменения разъясните пожалуйста добровольность ГОСТа издательство распространителей ЭБС не обязаны придерживаться стандарта ну вот может быть я как раз по Павлу Евгеньевичу дадам здесь слово потому что в плане сущности ГОСТов для чего они какая у них сила а я прощаюсь да ну на самом деле по ГОСТу и его добровольности все очень просто ГОСТ доброволен пока кто-нибудь его не вписал в какой-нибудь нормативный акт и сейчас в связи с тем что слишком долго принимался закон о стандартизации и ну наконец-то он был принят все стало на свои места на ГОСТ можно ссылаться из федеральных законов грубо говоря если будет внесено изменение в федеральный закон об образовании и оттуда будет ссылка на любой ГОСТ он станет обязательным абсолютно то же самое относится к приказам Министерства образования и науки то же самое относится к любому контракту который скорее всего будет государственным контрактом который будет заключаться между образовательной организацией и какими-то поставщиками стоит там сделать ссылку на этот ГОСТ и считайте что он будет для вас обязательным если образовательные организации пойдут по такому пути то доказательством того что ваша система то что вы предлагаете соответствует ГОСТ является сертификат в этом смысле можно сильно облегчить всем вот эту процедуру конкурсную как раз и это как раз основной предмет стандартизации здесь добровольность это двустороннее такое двустороннее понятие которое выравнивает так сказать права заказчика и исполнителя за счет использования сертификации значит вот по соответствующим национальным государственным стандартам здесь можно очень четко и недвусмысленно так сказать синхронизировать требования выровнять то что хочет заказчик с тем что предлагает рынок примерно так электронная библиотека это электронная библиотека электронная база такого нет в терминологии в терминологии ГОСТ так ну я я честно говоря не вижу больше ко мне вопросов значит все ли понятно по поводу обязательности обязательность она всегда двусторонняя если вот эта обязательность включена в любое соглашение в любой договор или в любой нормативный акт государства оно становится обязательным я не вижу больше вопросов что-то пропустил я поднимите руку если я что-то пропустил так коллеги я отдаю тогда уважаемые коллеги разрешите тогда с вами попрощаться поблагодарить вас всех за то что вы сегодня пришли на наш вебинар вебинар сегодня был у нас переполненный прямо 100 человек как полностью наша вебинарная комната поддерживает все 100 человек были наверное даже кто-то не смог попасть к сожалению с другой стороны разрешите поблагодарить наших сегодняшних спикеров которые так подробно и интересно рассказали тему сегодняшнего вебинара я со своей стороны тоже прощаюсь с вами и напоминаю что мы ждем вас на наших следующих вебинарах до встречи вебинарной 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 вебинарной